Мотор собирается голыми руками. Всем привет! Вас приветствует компания МЗАП. Сегодня у нас на сборке двигатель G4NA с Kia Sportage. Ну, соответственно, начинаем сборку. В процессе что-нибудь интересное расскажу, покажу. Сейчас проверим тепловой зазорчик на кольцах. На втором компрессионном кольце от 0,30 до 0,40. Сейчас у нас 0,35 средненькая пролезает. Ну и 0,40, в принципе, вот тоже хорошо. На первых компрессионных кольцах должен быть от 0,15 до 0,30. При сборке данного двигателя нужно еще учитывать, что здесь идет цветовая схема вкладышей, как коренных, так и шатунных. Ее нужно обязательно соблюдать. На данном двигателе у нас цветовая схема вся бесцветная. Поэтому собираем без разницы, какой куда. Собираем только на оригинале. Собираем только на оригинале. Спасибо. 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 Не забываем все поверхности тщательно обезжиривать перед нанесением герметика. Пока удобно устанавливаем задний сальник каленвала. У каждого способ нанесения герметика свой. Я на всякий случай его всегда размазываю. Тем более, что здесь вот этот поддон является и постелью каленвала. Спасибо. 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 И, конечно, перед тем, как это вот закручивать, затягивать, все резьбы нужно продуть, все каналы, все продуваются. Обязательно. Дальше каленвал затягивается в три этапа. 20 ньютонов метр 35 и доворот на 120 градусов. Сейчас у нас первый этап. Он такой легенький. После каждой протяжки каленвал прокручивается руками. Он должен крутиться очень легко, без закусываний, без всего. Второй этап. Когда 120 доворот, желательно кого-нибудь позвать, чтоб удобнее было. Мотор собирается голыми руками. Не собирай. Я так не проходил. Одно. Скажем. Три… Четыре. Сейчас в три этапа коленвал затянут, должен крутиться именно вот так, легко, ничего нигде не закусывает. Начинаем сбор. Сколько поршней. Когда одеваем кольца, замки надо разводить в разные стороны, чтобы они нигде открытой частью не пересекались. У маслосъемных колец, как правило, вверх-вниз без разницы, как его одевать. У компрессионных колец есть маркировка. Там либо буква, либо точка. Оно одевается всегда вверх. Это обозначает вверх кольца. Если же никакой маркировки нету, что редко, очень редко бывает, то вот тоже без разницы, как одевать. И, соответственно, вот у нас второй масл. Вот первая маслосъемная, тоже у нас Y. дырик. Соответственно, это вверх кольца. Бывает, что вот так вот наскакивают замок на замок. Лучше еще раз кольцо разобрать, а не ковырять его отверткой и не пытаться его туда впихать. Все, собрали. Дальше берем сам цилиндр обильненько намазываем маслом. Здесь подготовили. Еще раз проверяем замки. Разводим их по сторонам. Здесь вот у нас убежали. Вставляем. Подровняли. Деревянным предметом. Вот так, чтобы было видно. Раз. Крышки шатунов вот эти вот тоже нужно перед снятием метить. Путать местами их нельзя. Они не подписаны. Ну, у каждого способ подписания свой. Кто-то тернышком делает, кто-то маркером рисует. Маркером не совсем, потому что, когда моешь, можно смыть маркер. Пары вкладышей тоже между собой путать нельзя. Вот как они есть пары, значит, они должны быть на один шатун. Так же и касается коренных вкладышей. Здесь крышки колотые. Бывает, что они ровненькие. Ставится всегда замок. Вот замки. Ставится вот так замок к замку. Здесь она колотая, поэтому по-другому ее не поставишь, она не прикрутится. Если она ровная, ее можно прикрутить наоборот. Ставится замок к замку. На поршне есть стрелочка, точечка, стрелочка, направление. Стрелка ставится в сторону ГРМа. Не важно, ремня, цепи, какой у вас мотор. Всегда в сторону ГРМ. Ну, за редким случаем есть французские моторы. Там, конечно, немножко по-другому. Шатуны затягиваются в два этапа. Первый этап – это 25 ньютон в метр. Второй этап – доворот 90 градусов. После протяжки еще раз крутим мотор руками. Также должно легко все, без закусываний, без подклиниваний. Все, моторчик у нас крутится шикарно, легенько. Маслоприемник перед установкой. Обязательно сетку нужно промыть, продуть. В данном случае все промыто. Устанавливаем прокладочку, устанавливаем маслоприемник. Дальше по старой схеме также обезжириваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Устанавливаем обратно маховик. Устанавливаем комплект нового сцепления. Продолжение следует... Для центровки диска сцепления используем направляющую. Продолжение следует... Собственно, низ двигателя мы собрали. Сейчас состыкуем его с коробкой. Дальше будем ставить уже головку блока цилиндров и навесное оборудование. Продолжение следует... Продолжение следует... Данная ГБЦ по ней были произведены работы как притирка клапанов, замена маслосъемных клапачков. Зазоры здесь регулировать не нужно. Здесь стоят гидрокомпенсаторы. Поэтому все. Почистили поверхность, плоскость. Устанавливаем на место. Резьбу обязательно перед тем, как дать, затягивать. Нужно смазывать маслосом. Чтобы не потянуть резьбу в блоке. Начинаем затягивать ГБЦ. ГБЦ у нас тянется в три этапа. Первый этап это 36 Нм и два доворота 90 градусов. Важно соблюдать последовательность затяжки. Первый момент затянули. Сейчас тянем второй момент это 90 градусов доворот. И минут 15 после этого ждем. Делаем третий доворот и головка у нас обтянута. Раз. Два. Второй? Мне первый. А первый чем мы? Сам не надо. Четыре. Два, красиво. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Первый этап у нас протянут. Ждем минут 15, тянем второй этап и собираем дальше. Делаем третий момент и собираем. Десять. Маслом болты мажутся для того, чтобы не вытянуть резьбу из блока на сухую. Не оторвать ее оттуда. И опять-таки, смотря как мазать, если ты прямо наливаешь туда, то да, просто чуть-чуть резьбу помазать, ничего от этого страшного не будет. Также на этот двигатель будет устанавливаться комплект полностью, все 16 гидрокомпенсаторов новые. Предыдущие по впуску все вышли из строя. Хозяинам было принято решение ставить новые все. Соответственно, распаковываем, устанавливаем компенсаторы с рокерами на место. И дальше будем приклеивать постель из предвалов, ставить из предвалы, ГРМ, насос. И таким образом берем компенсаторы рокер, собираем их вместе и устанавливаем на свое место. Прокачивать здесь гидрокомпенсаторы не нужно, они уже с завода прокачаны. Гидрокомпенсаторы, рокера, они все одинаковые, без разницы, какой куда, какой вкус, какой выпуск. Ну, это конкретно вот на этом двигателе. Это было в двигателе, где разница имеет значение. Также сейчас, наверное, у вас возникнет вопрос, как отличить неисправный гидрокомпенсатор от исправного. Покажу на примере. Вот неисправный гидрокомпенсатор, он прожимается пальцами, причем довольно-таки легко. Давлением масла он уже не прокачается, он будет стучать. Берем, допустим, вот новый, который мы только что с вами установили. Руками мне его не продавить. Вот они должны быть все вот такие. Да, хотим уточнить, что с завода тоже все идет на герметике. Из прокладок здесь только прокладка под головкой блока и клапанной крышки. Все остальное все клеится на герметик. Значит, постель приклеили. Перед установкой распредвалов проверяем, чтобы все ракера стояли на месте, чтобы никто никуда не упал. Также распредвалы у нас с полировки. Были небольшие задирчики. Ну, устранили, получилось полирнуть. Все устанавливаем обратно на распредвалах. На данном двигателе они одинаковые. Их можно перепутать местами. Здесь наносится маркировка IN и EX. IN – это впуск. EX, соответственно, выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok. Далее берем крышки распредвалов. Они все номерные. Вот первая, вторая, третья. И имеют стрелочку направления. Соответственно, тоже в сторону цепи гораем. Все так же. На спидвалы поливаем маслицем. И устанавливаем крышки на место. Постель из кренвала затягивается точно так же, как постель коленвала. От центра и в края. Болты. Постель из кренвала тянутся в два этапа. М6, которые маленькие болтики. М6. Они тянутся. Первый этап – 10 Нм. Второй этап – 12. Болт М8, который вот этот. Он так же тянется в два этапа. Первый этап – 14 Нм. Второй этап – 27 Нм. Так как мы будем тянуть сейчас маленькие болтики. Выставляем 10 Нм. И поехали. Продолжение следует. Все, сейчас распредвалы у нас затянуты правильно. Вешаем дальше, будем собирать уже на место ГРМ фазорегуляторы, успокоители, цепь. Старые фазорегуляторы у нас стучали. Также они имеют маркировку впуск-выпуск. Это у нас получается впускной, этот у нас выпускной. Они имеют шпонки, фиксаторы. По-другому ты его никак не поставишь в одном положении. Также фазорегуляторы затягиваются моментом. Первый момент 53 ньютона-метра, второй момент 63 ньютона-метра. Есть. Также важно перед затяжкой муфт убедиться, что коленвал поршня не вверху, потому что сейчас цепи нету, и когда затягиваем муфты, клапана могут упереться в поршня. Тем самым непроизвольно можно их подзагнуть. В первый момент затянули, второй момент тянем 63 ньютона. Есть. Есть. Муфты у нас затянуты. Переходим к установке цепи ГРМ. Соответственно, нам нужно выставить предварительно метки. Как на распредвалах, здесь видно точечку желтую, и здесь желтая точечка. Это у нас метки распредвалов. Снизу на каменвале мы также видим точечку. Это и есть у нас метка. В комплект цепи у нас входит сама цепь, успокоитель цепи, башмак натяжителя цепи и сам гидравлический натяжитель, который с помощью давления масла натягивает цепь. На цепи у нас также имеются установочные метки. Желтые меточки – это у нас меточки распредвалов, белая меточка – метка каленвала. Соответственно, совмещаем. Подгоняем каленвал. Подгоняем чуть-чуть впускной распредвал. Так. Соответственно, комплект установлен. Сейчас мы все затянем и будем отстреливать натяжитель. После того, как мы убедились, что все метки все совпадают, все хорошо, отстреливаем натяжитель, тем самым он натянет цепочку. Все. Цепь натянута. Остальное сделает давление масла при запуске. Напомню, что это двигатель G4NA. Масляный насос на данном двигателе идет вот в таком исполнении. Сам масляный насос вот он. Но, к сожалению, на него ни запчастей, ничего нет. Поставляется он вот так с крышкой с передней в сборе. У многих из вас возникнет вопрос, зачем менять масляный насос. Расскажу. Когда переклад поршнем в цилиндре, когда вот задиры вот этим стучит, вся эта металлическая пыль начинает сыпаться по масляным каналам. Соответственно, первый, кто страдает, это масляный насос. В нем образуются задиры. Соответственно, это потеря давления. Поэтому замена масляного насоса. Пишем. Ну вот, мы намазали. Соответственно, так как это масляный насос, перед установкой, в любой масляный насос нужно добавить чуть-чуть масла. Чтобы ему потом было легче все это прокачать. Добавили вот так вот. Два-три оборота сделали. И можно ставить на место. Установили прокладочку клапанной крышечки. И закрываем мотор. Двигатель собрали, закрыли. Переходим к установке навесного оборудования. И после чего будем устанавливать его уже на машину. Устанавливаем на место водяной насос. Также чуть-чуть герметика. Наша прокладочка у нас паранитовая. На всякий случай, такой тоненький лайтовый слой герметика лучше сделать. В избежание дальнейшего потека антифриза. Водяной насос у нас тоже новый. Старый имел шум. Пробега на старом насосе было чуть больше 100 тысяч. Так, антифризму систему мы собрали. Устанавливаем топливные форсунки на место. Устанавливаем обратно дроссель. Она же дроссельная заслонка. На всех наших капитальных ремонтах по умолчанию мы моем дроссельные заслонки. Как форсунки, так и заслонки. Установили на место генератор. Также на данном автомобиле был удален катализатор по причине его высыпания. И, соответственно, был варен пламя-гаситель. Также мы никаких механических обманок не вкручиваем. На данном автомобиле будет блок перепрошиваться с Евро-3 под Евро-2. Как говорится, вжух и двигатель собран. Будем устанавливать его на машину. Попробуем пламя-гаситель. КОСМИЧТА в общем собрали поставили кассеты радиаторов обратно подключили двигатель залили масло сейчас будем его прокачивать прокачивается он каким образом у каждого методы свои без свечей без подключенных форсунок просто стартером крутим до тех моментов пока не погаснет давление масла как только давление масла погасло закручиваем свечи ну и соответственно первый пуск прокачали собственно давление масло погасло заворачиваем свечи и будем пробовать заводить ну собственно вот первый запуск двигатель работает хорошо в целом для вас это было 10-минутное видео для нас с оператором это целый день все работает штатном режиме приезжайте к нам ваша мзап